В общем так, для начинающих парфманьяков сообщаю. Если вы парфманьяк со стажем месяц-полтора, то вы уже в состоянии справиться с этой проблемой. Я обожаю аромат Ноа, но я ненавижу вот эту мудацкую брызгалку, потому что я вспомнила, что где-то в конце 90-х я брала тоже полноразмер, и я не смогла им пользоваться по причине того, что там нужно очень четко делать пшик, и если вдруг что-то западает, значит нужно снимать и начинать по новой. Просто будьте к этому готовы, если вы берете Ноа. Мне это надоело порядком, потому что если я хочу палиться ароматом, я хочу палиться ароматом. Я не хочу отколупывать вот эту брызгалку, которая периодически западает. В общем, меня спасло вот что. Шприцы не помогли, я сразу говорю. Ничего, кроме ужасных воспоминаний, у меня не остается. Вот, видите, вот они, иголочки, которые они прошли испытания. Они тут все сломались, погнулись, потому что в Ноа есть защитная сеточка, которая как раз делает вот это вот мелкое распыление. Но у меня был вот такой пустой флакончик из-под премьер Жур. У меня был вот такой вот разъер от L'Etoile, соответственно. В общем, все эти ароматы чудесным образом не противоречат друг другу. И сегодня я зафигарила свой уникальный аромат. Этот день можно вписать золотыми буквами в историю моей жизни. В общем, так, короче. Я сняла вот эту нудацкую штуку. Сняла отсюда пимпочку. Ну, она вот сейчас вот недостаточно плотно прилегает. Ну, оно того стоило. Отпшикала вот сюда две трети, наверное, Ноа и одну треть из разъера. Отпшикала, наверное, две трети, Ноа и одну треть из разъера. И в итоге у меня получился свой уникальный аромат в многоразовом. В многоразовой миниатюрке премьер Жур Нина Ричи. Поздравьте меня. Вот так. Надеюсь, была полезная информация. Кстати, вот многие пшикалки могут не попадать, быть больше или меньше. Но если у вас уже нормальная коллекция, вы подберете. Поверьте. И можно просто отпшикать. Банально отпшикать. Не тратить деньги на вот эти иголки, которые гнутся, сталкиваясь с сеточкой, которая обеспечивает мелкое распыление. Все парфманьяки начального уровня должны уметь это делать. Перед трудностями не пасую, даже не боюсь сломать ногти. В этот раз ногти ломать не пришлось. Все нормально. И теперь я знаю, что делать и как жить дальше. Вот.